Утилизация вредных отходов производства – головная боль не только жителей поселка Моты, но и чиновников всех уровней. Ведь в Иркутской области проблемным является не только БЦБК. О борьбе за экологию, которая порой тянется годами, следующий материал. Для того, чтобы отходы были утилизированы, нужно как минимум знать их количество. А с этим-то и возникают проблемы. В феврале в правительстве Иркутской области заявили, что на территории БЦБК обнаружены ранее неучтенные опасные вещества. В частности, черный щелок. Но вот незадача – его утилизация не входит в перечень работ по уже заключенному контракту. В итоге с Росгеологией будет подписано дополнительное соглашение. В какую сумму обойдется работа, станет известно до октября. Гораздо больше времени займет решение экопроблемы, связанной с Усолье-Химпромом. С 2014 года там пытаются избавиться от опасного наследия – цеха ртутного электролиза. Само вещество хранится в подземных и надземных резервуарах. Изначально их планировали оставить на месте и скрыть с помощью саркофага. Стоимость работ оценивалась более чем в 1,7 миллиарда рублей. Но проект не прошел государственную экспертизу. От строительства саркофага пришлось отказаться. Теперь отходы планируют вывозить на полигон. Где он будет располагаться, пока неизвестно. Ровно месяц назад был определен подрядчик, который разработает новый проект. Стоимость контракта – около 30 миллионов рублей. Работу планируется завершить до 1 октября 2018 года. После чего… Нет, не начнется реализация проекта. Сначала его ждет процедура согласования. Но есть на фронтах эко-войны и беззаговорочные победы. В Свирске после закрытия металлургического завода на его территории оставалось более 130 тысяч тонн материалов, загрязненных мышьяком. Ликвидация промышленной площадки завершилась в 2012 году. Отходы отвезли на захоронение в Черемховский угольный разрез. И 13 тысяч жителей города смогли, наконец, вздохнуть полной грудью. Спустя 62 года ожидания. Евгений Шоев. Новости по будням.